вообще у мужчины 3 так 30 40 и 50 потом уже неважно ну потому что уже все пофиг как как сказал один мой товарищ к тому моменту в жизни ты уже всех кого хотел трахнуть трахнул поэтому тебе все равно это но если ты совсем если грубо 30-летний самый непонятный потому что с одной стороны это все биологически физиологически обоснованно ты ну не я придумал в первый первый раз зашкаливания мужских гормонов в 30-е годы происходит у кого в 32 у кого в 35 у кого 23 ладно нет но это я имею ввиду взрыв взрыв 23 колбасит но по другим причинам и сейчас говорим уже вот более гормонально психологически именно цистерон 23 25 пик пик да но потом начинается его колебания и вот в 3 когда в районе 30 с одной стороны у мужчины тело говорит что биологически он должен максимальное количество женщин вокруг себя иметь с другой стороны он женат например и это эти две вещи несовместимы и это создает в просто внутренний конфликт это не значит что он начинает трахаться совсем подряд нет ни в коем случае некоторые я понимаю я понимаю да потом этот проходит проходит и в сороковые годы это уже такое сама как это existential crisis да чего я добился могу ли я чего я добился добился ли я или пришел ли я на ту станцию на которую ехал или не на ту вообще а если нет это моя вина и та-та-та-та-та и начинается самобичевание и пиздец в 50 и но я вот пытаюсь понять это я среди я сейчас не о себе это я подожди о себе ли не себе нет а себе я вот при про 50 расскажу потому что я много читал на эту тему что вот есть было не тебе отчасти отчасти это не принципиально она обобщена испана спросила жора скажи мне я бы тогда сказала жора скажи и и и почему-то переключается что-то в организме когда ты начинаешь больше задумываться уже о каких-то вещах которые раньше тебе казались наверное не такими важными не приносили столько радости в жизни ой это надолго дискуссия будет хотя бы что-то пикник не в том числе но у меня немножко другая ситуация что я физик по образованию да поэтому вся вот эти последние 20 лет которые вернули нас к квантовой революции всему такому и я очень много на эту тему думаю потому что я считаю что мы вообще не есть существа вот там таня лена и жора да ну мы просто скопление электронов протонов и нейтронов которые каким-то образом собрались в лену или в таню и я не знаю когда эти протоны разлетятся в следующий раз во что они опять соберутся и чем ну я об этом думал в 20 лет но я тогда этого не понимал когда учился на физфаке а сейчас я об этом читаю ну буквально каждый день и просто сейчас же есть научные эксперименты которые подтверждают я все больше об этом думаю и и и плюс еще физиологически конечно чувствуешь в организме в организме потому что ну если себя каким-то вещам не заставлять что-то делать а это надо заставлять себя надо заставлять то просто вот чтобы если тебе захотелось и сделал вот нельзя ждать пока тебе захочется и ты сделал ты должен заставлять себя организм хорошем смысле до заставлять да потому что иначе ты можешь расслабился такой на все хорошо там наш и все чего но проблема на самом деле в другом и я недавно с одним моим другом обсуждал этот вопрос когда ты растешь и тебе пять-шесть лет приблизительно жизнь человека она распланирована все знают что в он пойдет в школу восемнадцать он закончит пойдет а он она неважно пойдет в институт закончить институт приблизительно около 30 наверное женится потом пойдут дети потом дети пойдут в институт и ему стало 50 или ей никто никогда не учил нас а дальше что ну вот что происходит дальше мы все знаем что происходит до этого и тут большинство людей начинают задумываться и и и что вы я наверное этим не страдаю в большей части мне бы так хотелось думать но так или иначе это непроизвольно происходит и парк если ты сам себя не настраиваешь и перестраиваешь внутри что какая разница сколько 20 30 50 какая вот надо значит это надо надо взять на себя ответственность или надо ну порвать себе одно место но сделать потому что и по-другому она не получается и поэтому только внутренняя самомотивация начнет драйвить все остальное в человеке больше ничего не кто-то говорит вот рядом со мной женщина да важно хорошая женщина мужчина это способствует но пока ты сам сам внутри себя никто тебе рядом такую уже самое сложное а это самая сложная для некоторых даже не самое сложное и но мне это нравится ну мне это нравится потому что я как бы к этому подхожу самокритично зачастую и стараюсь себя перестраивать там где это возможно и где это надо а это мне надо по многих аспектах я признаю это совершенно открыто но но мне приятно другое что у больше не будет этих кризисов дальше связанных там как они среднего возраста но буду другие очень интересный ликбез спасибо тебе большое я теперь понимаю почему что было с моим папой он его появилась молодая жена я прям теперь у меня все разве я разведнулась а кто как что-то сильнее аж поперкнулся ну прям очень молодая жена появилась сейчас ну вот 50 года было ну потому что это смотри это же нормально потому что дети уже выросли мы уже большие да проследи линию мысли вот тебе ему 50 и все ему дальше никто не говорил и он пошел на второй круг он зашел окей теперь я эту часть закончил пойду по новой да вопрос я не говорю правильно это я нет может быть для него это правильно но я не хочу на второй круг нигде заходить вообще